Такая красота. Заходишь, как в Новый Швейцарий заходим мы. Очень довольны. Огромное спасибо всем, всем, всем. Спасибо правительству, спасибо всем, кто участвовал в этом деле. Жители улицы Тимирязева до сих пор не могут поверить своему счастью. Только вчера их дома дышали на ладан, а сегодня это чуть ли не престижные апартаменты. После капитального ремонта по программе модернизации ЖКХ жильё здесь подорожало на 20%. В среднем на каждый дом выходят от 9 до 10 миллионов тенге. Сюда входят работы с заменой полностью крыши на металлопрофиль, где хотят жители на металлочерепицу. Также замена стропил и реек. Также фасадные работы с заменой оконных блоков подъезда и дверей. И соколя. Поэтому в среднем выходят на однокомнатную квартиру от 1200 на трёхкомнатную до 3500 тенге. Пилотным проектом стал квадрат улиц Тимирязева, Байзакова, Габдулина, Уэзова в Бастандыкском районе. На капитальный ремонт жилья государство выделило 687 миллионов тенге. Реконструкция, согласие большинства жильцов, началась в 45 домах. Ну, бесплатно ничего не делается, вы понимаете. Чтобы они были максимально приемлемы, чтобы это было, как говорится, не за один год, а растянуто. Чтобы это не было, как говорится, на ваши плечи большим временем. С другой стороны, конечно, вот эта большая программа, которая разработана, надо его осуществлять, потому что вы прекрасно знаете, в каком состоянии эти дома были. Программа модернизации ЖКХ основана на принципе возвратности. Полная замена кровли, инженерных сетей и фасада предоставляется жильцам в кредит, который они должны будут погасить за 7 лет. Ставка вознаграждения минимальная – 0,1%, то есть в пределах 3000 тенге в месяц. Для тех, кому и это не по карману, предусмотрены льготы. Вот пример даже два дома, которые вот здесь, они вначале отказывались, а потом, когда увидели, вот сейчас они подтянулись. И в этих двух домах сами жители выбрали бригадную команду, составили сами проектно-сметную дом. Безусловно, город будет контролировать. Что нам здесь немаловажно? Ценовая политика, безусловно. Поэтому вот этот дом, например, выбрал Черепицу. Пожалуйста, этот дом будет дороже. Этот дом будет дешевле, потому что здесь первый этаж коммерческий. Эти дома будут средне в этом. То есть каждый дом индивидуальный. Программа модернизации ЖКХ принята этой весной и рассчитана до 2020 года. К этому сроку по стране планируется привести в порядок 90% многоквартирных домов. В Алматы из 7700 домов больше половины требуют капитального ремонта. Ежегодно на их обновление государство будет выделять до 2 миллиардов тенге. Со следующего года начнется полная замена лифтов, сетей тепло-электро- и газоснабжения. Анна Артаснабекова, Асет Кундакпаев, Телеканал Алматы.